Если пациентка отнесена к нескольких группе генетических клонений, то мы предлагаем пациентке, это в первом триместре, то есть до 13 недели 6 дней, мы тогда предлагаем пациентке найти ультразвуковой скрининг второго триместра и выделение антифетокротеина второго триместра. После этого также оцениваем по результатам этих ультразвуков и по результатам отопления гормонов, пересматриваем такт поведения беременности. Если показатели хорошие, значит у нашего пациента беременность и наблюдается по месту проживания. Также достоверно доказаны данные Всемирной Организации ВОЗ и МСФ, что комплексная клиентальная диагностика, которые я уже сказала, включая в себя и биохимическую стену, и ультразвуковой стену, в первом триместре идет появление 95% наиболее распространенных хромосомной патологии, такой как синдром Дана, синдром Эдвердса, ПАУ, то есть как названная хромосомная операция. И во втором триместре более 75% появляются множественные и изолированные в раздельной пороге развития различных органов и системах Орглода, в том числе также генетических синдромов и некромосомной теологии, которые бывают в пороге развития без хромосомной печени. 99% открытых дефектов нервной трубки и дефектов передней обвесной стенки, а также являются в результате комплексного клиентальной диагностики второго триместре. Хочется сразу сказать, что биохимический скрининг должен производиться в специализированных лабораториях, и врач ультразвуковой диагностики также должен иметь спецификах прохождения специализации и должно быть хорошее оборудование. То есть если вы не имеете в нынешней время никаких критерий, то програтики направляет его на высший, более высокий или тридорайон для более точной диагностики. Скрининг на инфекции. Он у нас регламентирован также в 417-м приказе по амбулаторному оказанию генетологического обширства слуха, а также в 2006-м приказе. Проводится только на те инфекции, которые имеют научно обосновленное влияние на слой, то есть они могут либо привести к лечению беременности, то есть к метрикорбному инфекцированию, соответственно с антинантальными потерями и прерыванием беременности, которые могут привести к заболеванию злода во время беременности. И также эти инфекции имеют достаточно эффективные методы и профилактики, и лечения. Первый скрининг, который должен проводиться, это бессимптомная бактериурия. Что такое бессимптомная бактериурия? Это определение в 1 мл средней порции мячи микробных сблепителей в количестве более 10,5 степени без проявления каких-то клинических симптомов. По последним протоколам все-таки регламентируют определение не менее 2 порции. То есть если в первом анализе было выявлено бессимптомная бактериурия, то есть был выявлен возбудитель в количестве 10,5 степени боли, тогда через сутки появится повторный забор. Если в двух этих анализах подтверждается возбудитель в этом количестве 10,5 степени, тогда мы станем без наличия клинических симптомов и температуры, тогда мы станем диагнозом бессимптомной бактериурией. Встречается достаточно часто во время беременности, в двух 10%. Но инфестации обувают в участии 2-3 семестр беременности. Бессимптомная бактериурия может приводить к клиническому инфестации, то есть приоритет к инфекционных процессу, это клонитив, цистит. Нелеченная и клинически манифестированная бессимптомная бактериурия приводит к преждевременным родам, а также рождению детей с низкой массой тела. Бессимптомная бактериурия проводится при взятии на учет, то есть в идеале работа Министерства здравоохранения Украины, детской области и всемирной организации ВОК, то есть вся мировая спината, она воплощает к тому, чтобы беременности были взяты на учет до 12 недель. То есть первый скриническ на бессимптомной бактериурии должен проводить до 12 недель. То есть при взятии на учет, либо когда она обратилась. Также при выявлении бессимптомной бактериурии всем беременным изначается инфекционная бактериурия, которая значительно снижает частоту манифестации симптомов, то есть снижает частоту бессимптомной бактериурии и, соответственно, на рождении детей с малой массой тела. Стрейнг на гипотип B проводится опять-таки серологически на стрейнг на гипотип B. Проводится также всем беременным, которые становятся на учет, поскольку существуют эффективные методы профилактики вертикальной передачи от инфекции от матерей в прибыль. Также нужно уточнить, что все обследования на инфекции снижает частоту бессимптомной бактериурии, снижает гипотип B, C, пифилис и ВИЧ-инфекции должны проводиться в государственные лаборатории, ни в коем случае не частные. Они всегда уничтожают только в государственные обследования, должны проводиться только в государственные лаборатории. Также снижает гипотип B включает в себя такие этапы, то есть появление крови HB с инфекциемом, подтверждение наявности, подтверждение наличия HB с инфекциемом, если оно было в первом анализе, обязательно повторить, проводится повторное тестирование, обследование HB с позитивной беременной женщиной на наличие HB с инфекциемом, в целях выявления активности инфекционного процесса. То есть мы должны в конкурсе, зависимые также от показаний функции печени, то есть ученочные пробу проводить, для того, чтобы можно было поставить диагноз не только носительства, но и клинической стадии вирусного гипотипа. Что касается новорожденных от HB с позитивных матерей, то рекомендуется провести вакцинацию против гипотипа B с первого 12 часов после рождения на таком регионе. Матери, у которых кровь была тестирована на HB с инфекцием, и этот анализ был позитивный. Обследование на сифилис, которое также во время беременности проводится дважды, при постановке беременной на учет в идеале до 12 недель, либо когда женщина обратилась, и в сроке 22-23 недели. Имеется научно обоснованные данные, что сифилис имеет ферстикальный путь передачи, особенно эти инфицирования произошли во время беременности и в первом и втором и третьем месяце. Возбудитель – это бедная фитонема, которая проникает хорошо через плаценту матери и вводит к притробному инфицированию и так называемому сифилису у ребенка. Если все-таки инфицирование произошло во время беременности, женщина не получала или она не была доказана эффективным лечением, то приводит сифилис во время беременности по невыношению, то есть самопроизводным прерыванием. Это может быть на разных сроках, может быть на поздних сроках беременности, может привести к мертвому рождению, рождению детей с врожденным сифилисом, либо с огромными отклонениями основных жизненных показателей. С целью профилактики врожденного сифилиса рекомендуется двойное тестирование сирологической в семь беременностей. В первой половине беременности перезайти на учет в женской комплектации и также во второй половине беременности согласно протоколу ЧАЭС-18, это идет в октябре 23 недели беременности. ВИЧ-инфекция также инфекция, которая необходима с приемлемой во время беременности доказано, что имеется высокий риск передачи опять-таки фактикальной конспекции от матери ребенка, а также во время обстановки лечения ВИЧ-инфекцированных женщин во время беременности значительно уменьшает риск инфекцирования будущего ребенка независимо от этого, вне зависимости от либо это только медицинская либо это медицинская стадия ВИЧ-инфекция реализована в всем женщинам при первом посещении женской консультации и в 22-23 неделе беременности рекомендуется проходить обязательное консультирование и тестирование на стереоисключение берутся манипуляции человека Это согласно клиническому протоколу номер 716 от 2007 года клинический протокол который называется «Керфилактика передающей ВИЧ-инфекцированных реализована». Перед тем, как мы будем тестировать пациент это должно быть обязательно проведено индивидуально консультировано то есть мы должны предоставить полную информацию для чего проводят тестирование то мы обнаруживаем и что дальше будем делать данный пациент оно должно быть консультировано композиционным то есть пациент должна понимать что эта информация не будет уходить за пределы медицинского учреждения при пределах кабинета обязательно пациента тестирование проводится только с получением добровольного согласия то есть вы не имеете права обследовать пациенту если бы она не согласилась и не подтвердила свое согласие письменным облачениям кроме того после получения результата опять-таки в дизайнном порядке в соблюдении права консультированности сообщается результат тестирования беременной то есть положительный отрицательный результат где также мы объясняем пациентке что это означает если пациентка получает результат отрицательный мы говорим что обязательно во время беременности за вторичное тестирование и объясняем что на данный момент в твоей пациентке нет антител ВИЧ-инфектирования если это женщина все-таки вне беременности то есть если она только панирует беременность мы объясняем что отрицательный результат ВИЧ-инфекции говорит на данный момент антител нет И без соблюдения, скажем так, правильного образа жизни и нерискованного поведения, а именно не использования интервентных наркотиков, использования гарьерных методов защиты во время половых отношений, а также поведение, допустим, за единственного партнера, который также негде чемпион. Когда женщина понимает, что при арискованном поведении ее тест через 6 месяцев также будет оперативен. То есть мы не можем ориентировать, что это пациентка. Есть так называемый период окна, когда антицела не обнаруживают отличие. Опять-таки, после получения результата на отличие, женщина подписывает лист. в медицинской документации о том, что она получила результат инфициально, и она понимает, какой это результат. Ни в коем случае результаты тестирования не передаются родственникам по телефону, результат не распространяется в нелечебное учреждение. Время беременности также мы проводим скрининг на дистанционный и сахарный диабет. скрининг проводится всем беременным. Беременные, у которых нет рисков по развитию дистанционного и сахарного диабета, проводятся в двухчасовой переразарный тест толерантности к глюкозе. Сроки 24-28 недель. Женщины беременные, у которых нет один или больше рисков, мы говорим чуть ниже, что это за риски на дистанционный и сахарный диабет, то тест на толерантность к глюкозе проводится сразу при первом обращении по поводу беременности к врачу. И в случае, если при первичном обследовании глюкоза был негативным, мы проводим глюкозный полерантный тест на дистанционный и сахарный диабет. Против 24-28 недель. Показатели нормальной глюкемии при проведении теста на толерантность к глюкозе на плечах проводится исследование забор крови на плечах и показатели глюкозной глюкозы не идут менее или 5,5 мм. После нагрузки проводится через 2 часа, это показатели глюкозной глюкозы не должно быть менее 7,8 мм на лифт. В тактике согласно практикову 417 показаниях шерстной глюкозной помощи. Факторы риска, то есть какие факторы риска беременны, какие женщины входят в группу рисков развития дистанционного и сахарного диабета, это так называемый сахарный диабет у родственников первой степени родства, то есть это родители беременные, родители отца ребенка. Ожирение у данной беременности, то есть индекс массы тела больше 30 кг на метр. Наличие дистанционного и сахарного диабета во время предыдущих беременностей, там одной беременности или если женщина угрожавшая у беременности. Кроме того, рождение детей до этого пациента с весом тела более 4 кг. А также антиментальные потери во время беременности в анамнезе, то есть так называемое меркорождение, либо недвумаживание во втором третьем семестве. Общий анализ крови проводится обязательно при первом обращении беременны к семейному врачу и в 29 недель хочется обратить внимание, что должен быть развернутый анализ крови, микройка, лейкоциты, эритроциты, гемоглобин. Зачастую даже не обладают тромбоциты. Для беременных это обязательно должен быть развернутый, лейкоцитарная формула с подсчетом тромбоцитов. В случае, если показатели хорошие, для беременных это должен быть менее 110 г на метр. Гемоглобин, если ниже, мы более детально обследуем и у гематолога, у терапевта сывороточное железо, для того, чтобы определить степень анемии у беременных. Если показатели все-таки хорошие при первичном обследовании, тогда проводится исследование в ослове в 29 недель. Если все-таки во время обследования мы видим обталнение, то проводим более детальный ослов. То есть при наличии снижения уровня гемоглобинных рецептитов, то помыслами методами исследования, также на обследование сывороточного железа, литима и так далее. Обследование группы крови и резусы надлежности проводится опять-таки всем беременным. Это является группы крови и резус. При наличии у беременной резус отрицательности в крови обязательно является обследование резус предназлежности отца ребенка. В случае, если у отца ребенка резус отрицательности в крови, тогда пациент в дальнейшем мы не проводим обследование нарезанных тела, так как и беременные, и отец ребенка, то есть муж, и для отца резус отрицательности в крови. В случае, если у отца ребенка резус отрицательности в крови, мы определяем фитр антител при первом обращении, но не ранее 6 недель, обычно это идет 8, 8, 12 недель, в последующем сроке 20 недель, и затем каждые 4 недели до конца беременности определяется фитр резусных антител в крови беременной. При отсутствии антител в крови беременности, при отсутствии резусных антител в сроке 28-32 недели, мы можем по нашим рекомендациям, по нашим клиническим катаколам 418-му предложить введение резусного моноглобулина в путь введения резусного мышечной в виде одной дозы 300 микрограмм. Это при отсутствии резусных антител. После введения моноглобулина титр антител не определяется. Стринк на pre-conceal также проводится при каждом обращении, при каждом осмотре пациента беременной, определяется априальное давление на осмотре у врача, определяется общий анализ крови, по рекомендациям 417-го приказа и в постановке на учет берется общий анализ мочи, бактосиев мочи, помним стерлинную бессимптомную бактериорию и до 30-ти недель. При нормальных результатах общий анализ мочи дается один раз в месяц, 30-32 недели дается один раз в анализ мочи, 32-34 еще один анализ мочи и затем до родовозрешения, до 40-й недели включительно, раз в неделю обследуем, пациент сделает общий анализ мочи. Уседование о беременности с целью выявления риска преждевременных родов, в первую очередь, факторы, которые могут привести к преждевременному роду, это в анамнезе, мы выявляем, спонтанные преждевременные роды женщины, в изборе анамнеза, вам говорили, что это было у нее, аномалия развития мочи, бактериальный водонос и бессимптомная бактериория также влияет на, повышает риск преждевременных родов. При наличии таких причисленных показаний, пациент направляется в консультацию к еще к еще родственниковому для обследования и необходимого лечения. Покологическое обследование шейки матки проводится с целью выделения диагностики патологического состояния шейки матки и обеспечивает возможность ранее диагностики передраковых процессов шейки матки. По законодательному протоколу введения беременных в Украине патологическому по итогам все пациенты все беременные, которые берут на учет. Единственное, есть такой момент, что если эти пациенты не были обследованы, не будут произведены патологический клим в протяжении последних годов. То есть если пациент говорит, что он сдавал этикологию в месяц, два месяца назад, то есть в течение последнего года показатели были хорошие, при осмотре вы увидите, что этикологические визуальные шеи как рост, тогда мы можем не брать этикологию, но этикологический стрим должен проводиться всем беременным. Проводится забор методом легкого скребания разными щеточками, то есть отдельно сервик-брас, щетки так называемые, берется на одно или несколько предметных стопов тонким ровным шаром. И для забора материала используются специальные щеточки и считатели. Это делается при вагинальном осмотре. Регламентируется клиническим протоколом номер 676 по 31 декабря 2014 года. Другие методы объективного исследования, это определение на каждом визите беременной врачу, это определение индекса массы тела, обязательно при первом. Мы сразу выявляем группу риска при первом осмотре, при первом визите, мы выявляем группу риска при развитии гистационного сахарного диабета и группу риска при развитии пиаконсея. Также изменение артериального давления, которое должно проводиться при каждом визите беременной на осмотр врачу, в желательном спокойном состоянии и на двух руках. Другие методы объективного исследования, такие как измерение воспристояния в мафии, в которой с 20 недель есть определенные так называемые ковидограммы, то есть это мы проводим в виде графической записи. Осмотр в зеркалах при постановке на учет 30 недель, если все нормально протекает, это показания. Асфальтация, выслушивание, состебление, когда доводится с 20 недели беременности. И наружное окружерское исследование, которое включает в себя ответвление в приближающей части приложения вода по отношению к стенкам матки. И которое помогает нам определять сроки тестации также по наружному окружерскому исследованию. Что касается измерения индекса массы тела, мы с вами помним, что есть формула, индекс массы тела равняется массе тела поделить на рост в квадрате, то есть рост в метрах в квадрате. Индекс массы тела для взрослых, показатели которого 18 кг на метр квадратный, это недостаточная масса тела. Индекс массы тела с 18,5 кг на метр квадратный до 25 кг на метр квадратный, это нормальная масса тела. И помним, что женщина сильная масса тела выше 30 кг на метр квадратный, это первая степень, мы выставляем первую степень ожирения, и это уже группа женщин, и дается в группе риска проведения при оконте дицептонного сахарного диабетра. Индекс массы тела более 25 кг на метр квадратный до 29 кг на метр квадратный, это вторая степень ожирения. Индекс массы тела более 40 кг на метр квадратный и больше, это третья степень ожирения. Измерение массы тела при каждом визите не рекомендуется в связи с открытой показательной базы к неблагоприятному влиянию на дебарку массы тела на течение времени. Но это данные в Миницепт. Осмотр в зеркалах и бимануальные исследования проводятся в зеркалах при помощи исследований зеркал с целью определения состояния стенополагающей, а также шейки. То есть мы можем выявить увеличение визуально воспалительного процесса, состояние воспалительного процесса на уровне шейки матки и состояние, можем параллельно дифференцировать из метр квадратный медистатус. То есть заподотрить и потом в дальнейшем при помощи цельвикальной микрозаковой диагностики в идеале 16-18 недели мы проводим цельвикаметрию и можем также дезориенцировать наличие из метр квадратного медринга, которые в дальнейшем может быть на прогнозы вынашивания. Кроме того, бимануальные исследования позволяют оценить положение, величину, форму матки, определить состояние в кедатках, тазовой области и тазовых речах. Мы с вами начали, что согласно данной Всемирной Организации ВОЗ, которая также придерживается Украины и Министерства здравоохранения Украины, то в своем лакушерте срок дистанции определяется от первого дня после дистанции при нормальном инфраструктуре. То есть мы при сборе ананглоза, точнее, длительность ментрального цикла, его характер, регулярность, начало ментральной функции. И если пациенту говорить, и мы оцениваем с ментральной цикл нормальным, то мы можем с полной уверенностью считать свою дистанцию первого дня последней дистанции. Также это рекоментировано наказом Украины, приказом МОК Украины 2006 года номер 189, по утверждению инструкции с определением критерий фронтального периода живонарожденности и мертворожденности. Также порядок регистрации живорожденных и мертворожденных. Если все-таки пациенты не помнят первый день после ментрации, либо у нее ментуральный цикл нерегулярный, тогда мы срок дистанции определяем непосредственно по данным утрам в закуплоте одной циклы. И опять-таки наиболее достоверным считается данный в закуплоте одной циклы ближе к первому примеру. То есть это 11 недель, 11 недель, 1 день и 13 недель решений. Дальше со сроком дистанции. Срок дистанции по ребенку может быть более, больше или меньше, так как есть индивидуальные факторы развития. Наружное акушерское исследование проводится с целью определения высоты стояния на матке. Это при одноподной беременности. То есть мы можем оценить срок дистанции по наружному акушерскому исследованию. Росположение плода в полости матки, а также определение перележащей части плода. Измерение наружной высоты стояния дна матки при помощи наружного акушерского исследования проводится с 20 недель беременности при каждом осмотре. То есть пациентке есть бракет, она приходит раз в месяц, я уже говорила, до 30 недели при нормальных показателях клинико-лабораторных и при нормальном самозитете. И при каждом визите проводится измерение высоты стояния на матке. Результаты измерения высоты стояния на матке сравниваются с стандартной бровидограммой. И по этим показателям мы можем оценить, нормально развивается ребенок, идет избыточная прибавка массы плода, либо, наоборот, задержка микритробного развития плода. Выслушивание сердцебиения плода проводится с 20 недель беременности, производится при помощи акушерского фотостопа или при помощи специального оборудования измеряется частота сердечных сокращений плода за одну минуту. Нормальные показатели при помощи сердечных сокращений плода колеблются в пределах 110-170 ударов. В амбулаторных условиях не проводится категорически, это на уровне семейных врачей, не проводится внутреннее акушерское исследование и измерение наружных размеров плода. Эти исследования проводятся в домах, в условиях стационара, либо в женских комплектах. Основные выводы, которые мы можем подвести в зависимости от тех или иных выявленных подозрений либо тех или иных заболеваний, семейный врач может назначить дополнительные методы исследования пациентки во время беременности с четким обоснованием медицинской документации. То есть, если были выявлены изменения общего анализа ночей, то есть лепуты, либо амбактерии, то есть врач с ненаминцами может назначить дополнительное спеимное исследование на симптомной бактерии в виде просева ночи. Также направить пациента для обследования терапевту, патурологу с проведением внутренней диагностики более четким установкой диагноза. Но, тем не менее, мы должны понимать, что необоснованное назначение разных видов обследования проводят только к агрессивному вмешательству в течение беременности, психологическому дискомфорту во время беременности, во время со стороны беременной и ее семьи, а также к дополнительным материальным затратам каждой семейной пары. на данный момент Украина только переходит на страховую милицию, но куда перейдет, это все будет проверяться, и требуется обоснованное клинического обоснования для того, чтобы не было взаимодействия с медицинских учреждений, взаимодействия с непосредственными встречами. То есть основные моменты, которые должен до себя понимать, врач смены медицины, это то, что пациентка, которая беременна, пришла на осмотр, мы должны понимать, чем раньше она обратилась к вам за помощью в идеале до 12 недель, тем лучше будет прогноз и течение беременности данной пациентки. определяем сроки дистанции, как мы уже с вами обговаривали, с первого дня последнего инфаркта при нормальном инфаркном цикле. От этого будут исходить сроки проведения из-за звуковых скрингов в исследовании в первом и втором триместре, и не будут потом путаницы в сроках определения беременности. До 12 недель врач семейной медицины, если все-таки заявляется умение и пациентов требуют обследования, то на принотальных консилиумах в основной больнице, если это экстрементальная патология, и в основном медицинском центре, если есть высокая группа риска по хомосомным минималям, то проонгирование беременности, то есть пациентка должна быть максимально выставлена в определенную группу риска и направлена на обследование, чтобы на принотальных консилиумах причисленных медицинских учреждений должно проводиться решение опроса проонгирования в 12-м веке либо до 6-ти дней, поэтому очень важно строить обеспечение. Уважаемые коллеги, если у вас есть вопросы, пожалуйста, забывайте. Будем отвечать. Спасибо большое за внимание и новых встреч. Congratulations! Спасибо за внимание! val Продолжение следует...